И всем привет, ребят! С моего мастер Ваньки, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен одной очень интересной рубрике, которой у нас на канале не было уже 40 тысяч лет. Это замечательная гонка вооружений, и сегодня на неё я позвал самого лысого виталона, самого грязного виталона. Можешь поздороваться. Всем здорова. Так, сегодня мы будем тестировать две очень интересные комбины и сравнивать. Я буду сегодня играть на Ареса Скорпионе, конечно же, с устройством Рой и с Кризисом. А Виталя на чём будет сегодня играть? Я буду играть на Ареса Громе. В зависимости от карты, ну типа, разные устройства. Если маленькая карта, то на слыше. Если на большой карте, то на дальней. Да, затестируем две эти жёсткие комбины. По сути, на сегодняшний день это два, ну наверное, самых лучших вооружения для набития очков, опыта и кристаллов в нашем матчмейкинге. Кто вдруг не смотрел видос с обзором комбинации, который я записывал с Геной, ссылочку в описании на этот видос тоже оставлю. По сути, ну наверное, эти две комбины, ну на сегодняшний день, я не знаю, что может быть лучше реально для набития. Так что я зову Виталона в группу. В зависимости от того, насколько быстро у нас пойдут катки, мы сегодня столько и сыграем. Если у нас будет бой полностью целый, то мы сыграем одну катку, если будет с дострочками, то может быть сыграем два. Ну и наша задача сегодня посмотреть, какое же всё-таки вооружение себя лучше показывает, какая пушка себя жёстче показывает. Гром или Скорпион? Что ты вообще думаешь по этому поводу? Ну а я вам лишь скажу одну вещь, если вы хотите, чтобы эта рубрика... Ну можно сказать, что гонка вооружения это как бы полноценная рубрика. Если вы хотите, чтобы она вернулась в рамках не только этого одного видеоролика, то обязательно поддерживайте данный видос лайком, подписывайтесь на канал. Давайте наберём символические 150 лайков. Я думаю, что это не супер большая цифра, именно её я думаю, что будет достаточно, чтобы мы вместе с вами записали ещё один подобный видеоролик. А может и не один, может быть мы вообще вернёмся с этой рубрикой на канале. А то в последнее время я всегда записываю всё соло, соло, да и соло. Так, ну что тут у нас? Пока что у меня нотки-грязнотки какие-то интересные начинаются. Что там витовом? Пока никак, да? Пока что, ну какая-то хуйня. Если честно, я эту карту когда играю, на этом громе всегда перепикиваю. Ну, если честно, я бы тебе дал совет вверху стоять. Либо слева под этой дырочкой. Помнишь, где ты сам показывал, где надо стоять? Типа либо там, либо там. Что-то пробовать. На широкой. Потому что в упорчик точно лезть нет никакого смысла. Ты особо не набоёмся, что... Ну, рой здесь... Ну, рой в принципе безделан очень сильный. То есть я не могу сказать, что это устройство где-то будет себя показывать плохо. Как по мне, в любом режиме, на любой карте, это устройство можно реализовать. Ну, а если можно реализовать устройство, то корпус арест это просто как дополнение. Как, ну, по сути, наверное, лучший корпус, который может быть. Так, виталона тут немножечко уносят. Надо ему помочь. Если чё, говори. Чтоб я под тобой сливал, типа... Я могу ещё подразвалить чупачу. Этот притык едет? Ой-ой-ой, сука, какой же я овощ? Как же я сейчас оверку отдал? Притык едет, и чё? Пятьдесятка от этого. У меня урон по 200 по нему проходит. Пробуем, пробуем чё-то. Круцейдер идёт. Ну, боже, у меня сосудит. Ну, пока что старый ты без шансов меня ебёшь, потому что... Не знаю, ну, тут нету типа, чтобы я их убил. Я думаю, что взять, наверное, АТОЛ строится надо. Ну, попробуй, посмотри. Потестируй. Вообще, надо было неплохо Джаггера респить. Я сейчас буду пробовать это всё дело реализовывать. Потому что пока что я начало... Больше... Проиграл именно... Уничтожение просто типов. Чтобы дать чуть-чуть отрыва, чтобы дать киллов. Ну, первого Джаггера мы уже унесли. Неплохо пойдёт. Так, будем пробовать сейчас... Что-то ещё вкушивать, что-то бэмсить. Виталончик, наконец-таки, тоже вернулся. Начал записывать видосы. Ссылочку на его канал я тоже оставлю в описании. Если кому интересно, можете... Перейти, посмотреть, что записывает Виталичка. И честно вам сразу скажу, что там... Грязный 18+, контент. Или всё-таки не 18+. Ты так сказал, как будто я там... Ну да-да. Я потом задумался, думаю... Не, походу, лучше сказать 16 какой плюс, не? Да, как будто я там на оранжевом ютубе снимаю. Оверочка на тебя падает, и ты сразу падаешь. Что вы просто играете, Виталон? У меня 0 хп, вряд, просто. У меня сходят и так. Баба, у меня 98% оверки. Вообще не идёт, но хочется. Не хочется на тот грунт менять почему-то. Ну попробуй просто подальше встань. Типа не едь налево, а встань у себя на респе прям. Прям на респе встань. И попробуй просто поищи типов. Я думаю, что можно найти. Я бывало, если у меня слева не шло, я просто становился на своём респе и кидал урон. Так, попробуем сейчас урочку реализовать. Ой, пошла сарделька хорошая. Полетела жаровня. Нормально, ещё плюс 3 килочка. Ну, 7 килов, Виталя. Надо что-то делать. Мусор. Ну, что-то надо делать. Какую-то грязь. Ну, либо надо забеймсить досрочку и скатать ещё одну катку. То есть ещё такой вариант. Реабилитироваться, так сказать. Ты помнишь? Помнишь мой видос с чернушкой? Что я говорил, что таким урок поставил. Ну, тут досрочки не будет. Ага. Ну, не знаю, посмотрим. Я, что ты понимал, закатку дал где-то, ну, один максимальный урон по типу. Они там или защитниками или ещё. Я, кстати, не посмотрел, сколько резов. Вообще, резистов сейчас, что от Скорпиона, что от Грома много в матчмейкинге. Но, если честно, я бы, наверное, сказал, что на одной пушке, что на второй можно спокойно, комфортно играть. Даже в этом бою 3 от Грома. Ну, от Скорпиона как бы 4, но там все маленькие резисты. В принципе, это вообще пофиг. Так, оверка дроповая падает. Пробую, кстати, тушить оверку через всю карту туда, кстати, под эти коробки. Она должна залетать. Там просто линию даёшь и прямо в эту пушку. Нет, я возьму, я возьму тот Гром, поп. Ну, давай, попробуй. В принципе, вариантов у тебя есть. Так что, пробуй. Но я считаю, что Скорпион просто более универсальный, чем этот Гром. Ну да, так иди в рот. Скорпион можно побольше найти возможности для реализации. Но вообще, в целом, всё равно не так жёстко. 500 очков за сколько получается? Шесть с половиной минуты. Ну, не очень много. Карта не самая простая, наверное, для уничтожения противника. Но зато здесь, на этой карте, очень хороший коэффициент. Я на паузу стою, мне дадут джаггера сейчас, если я выйду. Да? Так возьми. Возьми просто за пушку. Да нет, всё, я уже перестоял. Должен был забирать. Так, у него лорка появилась. Мы же сравниваем две пушки, как я не думал. Не, не, там лорка, в принципе, пофиг. Так, ну я ловерку, если честно, сосал в пустую, по большей части. Блин. Не перезарядился, молот. Ну что, пошла жаровня? Ну, на этом чуть-чуть получше. Попробуем, давай что-то разыграть. Сейчас в упорчик залезу я, лево, чуть-чуть правее возьму. Попробуем, может быть, его унести. Подгрезь какую-то, дать его. На тебя не отвлекается? Ой-ой-ой. Лечу, 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 лечу. Что там? Что, давай. Ещё он ноль, короче. Ой-ой-ой-ой. Ай, на минку его ещё посадил. Полторушку снял. А, тебя унесли. Да. Блин, мне сводочка залетела в упорчике. Народчиком особо ничего не сделал. Так, Алексинян взял шоп-тас лечения. Может, нас подхилит, если чё. Сейчас я попробую тоже право зайти. Ну, здесь такая тяжёлая карта. Тяжёлая. Для реализации вооружений. Ну, зато и коэффициент здесь такой приятненький. Бонусный, хоть сегодня и нет повышенных фондов. На ССУ легко он тушит своего. Да-га, и он вышел сразу. Ну, давай попробуем. Ага. Понял. 4 тысячи дал. Я попробую чуть левее взять. У него, по идее, оверки ещё не будет. Сука, меня, мол, отлил. Ну, тут такая прям плотная, плотная крыса сидит. Мышь. Такая прям, да, сидит прям вообще. За стенкой чисто. Так, ну попробуем, попробуем. Справа реализовать. Ой-ой-ой. 2000 дал. Наверное, тут ещё эти типы на меня лезут. Сука, я не могу слить. Ну, смотри, грома взял с вакуумом очка и что-то пошло. Ну, получше, получше чувствуется. Что-то пошло, что-то пошло. Чувствуется, чувствуется другая, другая тема какая-то. Ну, да, вот в этом весь прикол есть, что ты просто можешь на грамме менять и сечу устройство и всё. Одно мне идёт, взял, переодел, взял другое. Бэмтишь уже на другом. Так, овердрайв, 80%. Тебе вы справа сейчас попробует зайти, можем попробовать. Я право, я право, я право, я право, я право, я поеду. Овердрайв, на тебя есть, я можешь забрать. Окей, у меня 95. Мне, по идее, я нам нафиг не нужна. Ну, джаггер так. Пикает, пикает под меня, сучка. Есть, контактик, полетела, родная. Всё, я выпушиваю. Джаггера сейчас ещё урон. А, нет, не залетел. Блин, не скорпионс, вот куда. Ядешь? Ну, я еду на него. Давай, 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 давай. Ай-яй-яй-яй-яй, сука, чуть-чуть не успел. Шарик ему втулить. Мой шар залетает неплохой, очень. Давай, 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 давай. Он без оверки? У нас тиммейт там с овером. Что он, на чём он вообще? Чё, не вжал, мог вжать. Ой, хорош, соло? Да. Это слоочка была хорошая. Полозольная залетела, так, слоочка. Да, га-пк, можно. Можно респить. Давай, ты там один ещё. Я наше всех. Пробую. 3000. Водик. Ещё три. Плюс фулс водик. 0 у него, 0,0,0,0, на одну тычку, на одну тычку, любую, в стену просто дай, через всю карту хоть в стену дай. Его убьёт. Он на ноль, сто процентов. Чел закрывает, я не могу. Он сто процентов к ноль. 500 дал ему. Ну, он ноль. Ну, ты ещё у него было хп, наверное. Ещё косарь дал. Ну ладно, веточек. Ну вот и смотри, уже сравнялся. Пачка. Вот так вот, лёгенько, быстренько. Хоп-хоп. А отрывчик был тоже не кислый. Отрыв был такой, да. Неплохой, ну, потому что это устройство. Совсем другой от этой карты. Ноль хп, ноль хп, в жаге ноль хп, ноль хп, ноль хп, можно бить. Порош. Есть контактик. Я помогу. Ой, хорошо. Так, я сейчас сразу ему уверку. Давай, у меня тоже есть шаг, давай ты. Ой, я извиняюсь. Давай, вот так ему верну. Ой, хорошо, грязно. Я, правда, на респе я, но ничего страшного. Три с половиной минуты до конца. Пять на один ведём. Можно попробовать ещё унести пару-тройку джаггеров. Можно даже досрочку попробовать сделать. Ну, досрочка и сложно будет сделать, но можно попробовать ещё накидать. Так. Я пушу вправо тогда, если ты слева стоишь. Попробуем. Давай там. Право залететь. Отвлечь его хотя бы. Так. Смотрит меня. Смотрит на меня. Можно сейчас. Можно, Виталий, можно и сыграть. Троечку дал. Меня тут. Ещё троечку дал. Ещё троечку дал. Ещё троечку дал. На ноль. Наш вжимают оверку. Ну, я спецназ забрал. Он не разжарил. Не стал в леске. Сладкий. Так. Ну, сейчас я, если честно, уже больше начал играть не на просто киллы, а чисто. Да. На джаггеры, да? Да. Да. Поэтому очки, может быть, меньше идут, но пофиг. Из-за того, что они нас, это, ну, они так шкерли за стенками, и мы начали на них играть, на джаггеров. Да. Из-за того, мы меньше набиваем, так было бы больше. Ну, да, сто процентов было больше. По троечке два раза дал. Девять у него минус. Ещё двое с половкой. Улетел просто. Домой, поехал. Можно, можно попробовать на строчку сделать. Две минутки до конца. Ещёночка уже у Виталона. У меня девятьсот двадцать. Ну, плюс-минус неплохо, если честно. У меня сейчас будет овер, попробую справа раздать его. Попробую влететь. О, Виталий тоже есть. Я слева давай. Давай-давай-давай-давай, вижу-вижу. Я вот так вот дам ему. Хорошо, грязно. Право, респик. Под меня идёт сразу, в упорчик. Блин, я ему критовика дал. Блин, надо куда-то в стену. В стену, в стену. Ай, блин. Сука, ещё и оверку просрал. Долго думал. Право он поехал. Можно пробовать сейчас ему сводику, да? Надеюсь, не в забор залетит моя сводка. Ой-ой-ой, Викинг оверку жёстко прожал. На респе. Так, ну и ластовик. Остался. Остался ластовичек. Так, девять-один. Есть урончик? Дал. Ой-ой-ой, какую грязную сейчас сводку дал. Как Виталий на видеоролике показывал на первом. Такая сейчас залетела смачная в забор. Ну и всё. За 14 минут каточка по 5000 в карман. Очень неплохо. И по итогу Виталон ещё и занял первое место. Что скажешь вообще? По грому? По Скорпиону? Чё думаешь? Ну, то, что я и говорил. Типа, карта решает. Средняя карта на сплэш 100% сильнее. Большая карта, ну тут вообще бесспорно, нахуй. Ну, согласись, что если бы большая карта была бы, и ты был бы на Скорпионе, а я был бы на дальности, то Скорпион бы не стоял бы рядом с этим. Ну, короче, я бы сказал так. Я бы сказал бы так. По поводу этих двух устройств, что одно устройство, ну вообще, типа, ну даже можно брать три в расчёт устройства, да? Вакуумные снаряды, гиперскоростные снаряды, эти два устройства на гром, и на Скорпион Рой. Я бы сказал, что, что гром, что Скорпион суперсильный на сегодняшний день, и на аресах, что одна, что вторая пушка может себя показывать очень жёстко, но Скорпион в этом плане, ну как по мне, он более универсальный. Более универсальный. Но всё равно нужно смотреть на резисты, да? То есть, если, например, в катке больше резов от грома, мы не учитываем сейчас гиперскоростные снаряды, потому что, в принципе, на большом расстоянии там вообще пофиг. Ты просто стоишь и уносишь. А берём во внимание вакуумные снаряды, да? То есть, если у тебя там средняя карта, то я бы брал бы ту пушку, от которой меньшее количество резистов. Ну и по механике, лично мне, Скорпион нравится больше. Но если это большая карта, ну гиперскоростные снаряды на гром прям очень жёстко заходят. Прям очень сильно. Я думаю, что-то вот в этом духе плюс-минус. Ещё добавить? Не, нету, полностью с тобой согласен, брат. Короче, как-то так, друзья. Чё, чё, чё? Скорпион под любую карту подойдёт. Ну да, плюс-минус. А скром надо менять. Да. Как-то так получилось у нас. Поддерживайте данный видос лайком, если он вам понравился. Если вы хотите видеть больше гонок вооружений, если хотите ещё видеть в видеороликах грязного Виталона, хоть он тут, конечно, такой немножечко стеснительный, там не хочет где-то перебивать, не хочет где-то кричать, но я думаю, что если тут пару-тройку грязных видосов залетит, Виталончик покажет, какой он на самом деле грязный, поэтому поддерживайте видос лайком, как я уже сказал, что песяточку набираем, и можем что-то подобное рассмотреть, показать. Возможно, есть какие-то интересные вооружения, которые бы вы хотели увидеть в сравнении, можете их написать. Ну и можете написать мнение по поводу Скорпиона и Грома, что, по вашему мнению, является лучшим устройством, лучшей пушкой, и что вы думаете вообще по поводу этих вооружений. Ну и также не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры, в аккаунтике. Мой личный тег это ТегТимП, посмотрите его, поддерживайте меня, участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 20 тысяч танкойнов. Прямо сейчас этот розыгрыш идет, и уже совсем скоро у нас будут его итоги. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. А что ты ничего не искал? Так я думал, что ты сначала это, сначала у меня типа спрашиваешь. Ну так можешь сказать, всем пока. Да нет, все похуй.